Приветствую вас! Знаете, первое, что мне хотелось бы сказать, да, это то, что у вас отсутствует вопрос. То есть, нет вопроса, нет решения, нет цели какой-то. Понимаете? То есть, вот вы спрашиваете, да, как быть, и вам хочется, ну, как бы ответить, да, а как быть, чтобы что? Что хотите получить по итогу? Понимаете? Вот давайте без привязки к молодым людям, да, к мужчинам, без привязки. Вам 21 год, так, вам 21 год, вы вышли замуж, зная при этом, что любите, в общем, другого человека. И возникает вопрос. Зачем? Зачем, для чего вам замужество замужество? Ну, коли так. Понимаете? То есть, ну, вы, если, вот, если вы вышли замуж, то, наверное, вы как-то для себя это, ну, оправдывали, как-то для себя вы это объясняли. Вам же замужество, ну, наверное, для чего-то было нужно, вы же, наверное, от него что-то хотели получить, допустим, вот. Понимаете? какого-то. Знаете? Какая история. То есть, ээээ... Тонкость здесь, вот именно тонкость здесь, эээ, вся в том, для чего вам замужество. Вот, прям, конкретно, зачем, зачем оно вам. тем более в 21 год. Вот это вообще, да, как бы, ну, нужно разбираться. То есть, в 21 год вы уже замужем. Вы куда-то спешите, вы куда-то торопитесь или, или что? Знаете, то есть, ну, вот что ради, ради замужества, да, вы готовы пожертвовать, да, и человеком, любимым, которому у вас есть чувства, да, и обрести, собственно, обречь, точнее, обречь своего мужа, да, на жизнь с нелюбимой, значит, ну, на жизнь с нелюбящей его, точнее, женщиной, вот. То есть, как бы, это вопрос, опять же, знаете, вопрос ваших потребностей, знаете, какая история, вот. И, на мой взгляд, на мой взгляд, вот это нужно анализировать, в первую очередь. То есть, то есть, что вам не двигало, чего вы хотели, что вам нужно, понимаете, понимаете, вот. Какое, какое значение у вас, значит, для вас имеет брак, да? Какое значение у вас имеет брак, чем он для вас так важен, как, какую цель вы преследуете или преследовали, выходя? Ну, выходя замуж, вот, понимаете, вот это то, что нужно вам для себя понять и определить. Вот, мне представляются данные аспекты весьма-весьма важными для вас. Вот. Дальше. Следующий момент. Значит, следующий момент касается, собственно, вот того, что вам нравится другой мужчина, да, то есть, старший вас, который на 20 лет, да. То есть, подобные аспекты, подобные аспекты всегда или почти всегда связаны с детско-родительскими отношениями. Когда человек по той или иной причине имеет, ну, может быть, не деформированный, прямо вот, не деформированный, да, вот. Вот, но крайне выраженные чувства с отношением к родительским фигурам, вот, что это, например, на КЦУ, допустим, в данном случае, вот. Или, соответственно, что-то, что-то ещё. То есть, никогда не бывало случайностью, никогда не бывает случайностью, а тот факт, что... Вам понравился мужчина старше вас, да ещё и на много, ну, никогда это не бывает случайностью, вот. Поэтому мне думается, мне думается, что начинать, да, начинать, именно начинать, нужно вот с этих аспектов. Как развивалось, как развивались ваши отношения с молодым человеком? Вот, почему вы хотите за него замуж, ну, так, скажем, сильно, да? Насколько сильно, что пренебрегли и своими чувствами, и своими эмоциями, да, и своими желаниями пренебрегли. Всё, всем этим вы пренебрегли. Вот, ради того, чтобы, соответственно, быть с ним в отношениях, быть с ним, ну, быть за ним, ага, за ним замужем. Вот, это нужно выяснить, выяснить в обязательном порядке, потому что по-другому, по-другому в вашей истории не разобраться, по-другому её не решить никак. Вот, реально. Может быть, вы просто отношения с мужчинами боитесь, да, и боитесь близости, и в итоге ни в тех, ни в других отношениях вы не счастливы, ну, не обретаете счастья. Вот. Может быть, вам медведя желание удовлетворить свои потребности какие-то через, ну, в том числе и через мужчин. Вот. За счёт одного одни, за счёт другого другие. Ну, это тоже в данном случае использование идёт. В данном случае это просто использование. Просто использование мужчин, да, и всё. Использование людей. И всё. Понимаете? Так, значит, значит, у меня такая беда пищевая. Мне 21 год, замуж вышло месяц назад, да. То есть, ну, как бы, для чего, зачем, почему. А, всё бы ничего, но сердце тянется к другому человеку. Зачем тогда вы ходили замуж? Он даже у меня примерно на 20 копейкам и лет. Соответственно, что он для вас значит? Как вы его воспринимаете? Не было ли у вас чего-то любопытного, заслуживающего внимания в отношениях с отцом? Да, то есть, это не обязательно травмы, это не обязательно какой-то негатив, это не обязательно что-то такое сразу плохое. Это может быть и позитивное, на первый взгляд. Но, тем не менее, тем не менее, всё же кто-то заслуживающего внимания. Любопытно. Вот. Дальше. Так, когда я его впервые увидела, сразу голову снесло. Ну, это влюблённая страсть, но это не любовь. Он мой идеал мужчины. Идеализация во взрослых отношениях чревата последующим разочарованием возможным и практически неизбежным, когда вы будете человека узнавать, поэтому здесь я могу, ну, мог бы порекомендовать вам только несколько критично, ну, более критично пройти к этому вопросу, да, к вопросу, ну, к вопросу об отношениях. Вот. Просто более критично пройти. Вот. Он не женат, старший сын уже. А вот причины, 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 по-моему, он не женат, вы, как бы, ну, можете назвать, да, почему он не женат? Откуда вы знаете, вот, откуда вы, а, точнее, не откуда вы знаете, что он не женат, а, ему сейчас за 41 год, он не женат. Вы думаете, это просто так? Я не накручиваю и не настраиваю вас против него. Я просто хочу, хочу, чтобы вы для себя вот этот момент уяснили, увидели, поняли. Так, а, значит, он не женат, старший сын уже свой бизнес, а, свой бизнес, ага. А, то есть, человек, как бы, такой, да, ну, не семейный. Хотя, ребенок есть. Это значит, что и женщина была, да, но, соответственно, они разошлись, тоже интересно, почему. А, то есть, понимаете, да, как бы, вот, все это, эм, все это вызывает вопросы, мысли о том, что у человека могут быть свои тараканы, свои проблемы. Дальше. А, простым летом мы проводили каждый день вместе. И, что, почему это ни во что не выливает. Пока он не у нас, я собираюсь замуж. Так. А, давайте здраво. Давайте здраво. Значит. Мужчина проводил с вами время. Каждый день. Да, причем, неизвестно. Были ли у вас интимные отношения или не было. Ну, вот. Вы, поняв, что человек ваш, да, во всех отношениях, а, не решаетесь уйти от своего у нас здесь мужчины. Да, вы не решаетесь уйти от своего мужчины. А, почему, по какой причине вы не решаетесь уйти от своего мужчины? То есть, ну, вы же понимаете, да, что у этого должны быть, а, не знаю, свои, основания. Как бы. Да. Вот. Вы, понимая, что, а, вы встретили, а, своего, ну, вот, своего мужчину, да, вы понимаете, что встретили своего любящего, ну, самого, самого важного человека, да. А, для себя, вот, вы не уходите от своего будущего мужа, например. Вторая, воплёдно. 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 Понятно. С чем это связано? Вот это, ну, нужно выяснить. Понятно, да? Дальше. Дальше, смотрите, а есть противоречия, да, как бы, то есть противоречия, оно какое, вот по сути своей, по сути своей противоречия заключается в том, что мужчина, с одной стороны, вроде бы как, отказывается с вами взаимодействовать, ну, вот, по итогу, да, по итогу, отказывается с вами взаимодействовать. Ну, сначала, вот, а потом начинает к вам тянуться уже, после того, ну, после того, как всё равно, после того, как уже узнаёт, что вы, ага, ну, уже узнаёт, что вы идёте замуж. Разникает вопрос, есть ли какая-то чёткая позиция у мужчины вашего? Есть ли чёткая позиция? Понятно? Это вот очень важный аспект, важный момент. Потому что, судя по всему, он ведёт себя, ну, не совсем последовательно, как бы. Вот, надеюсь, ну, надеюсь, вы, надеюсь, вы понимаете, о чём, о чём я говорю сейчас. Вот. То есть, он почему-то с вами прекратил общаться, когда вы сказали ему, что замужем, или когда он узнал, что собирается замуж. А потом всё равно начнёт тянуть. Так, он тянется ко мне, и я не могу этого скрыть, просто безума от него, как быть, не знаю, как быть, чтобы что. Да, то есть, вот, этот момент, эээ, необходимо раскрыть. Вообще, необходимо раскрыть ваши, ваши, эээ, вот, эти две, два аспекта. Цель замужества и характер отношений с ним. Потому что и цель замужества, и характер отношений с ним выглядит, как невротичное желание. То есть, ну, реализация в обход. Если просто. Я чего-то хочу, я чего-то хочу. Эээ, но, прямо себе, эээ, реализовать это запрещает. Вот. И всё. И поэтому вот такая история происходит. Так что, подумайте над этим. Если понадобится помощь, обращайтесь к любому из наших экспертов. Эээ, на этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Продолжение следует...